В начале второй части третьего тома «Войны и мира» Лев Толстой дает краткий обзор событий Отечественной войны до битвы под Смоленском. Главной причиной гибели армии Наполеона, по мнению писателя, были не мудрость и подвиги вождей, а народная ненависть к разорителям французам, которая нарастала от месяца к месяцу. В Лысых горах старый князь Балконский, вспоминая о своей молодости, о славном Екатерининском времени, старается уверить себя, что французы никогда не проникнут в Россию дальше польских губерний. Но из Лысых гор все же посылают соседний Смоленск, управляющего Алпаточа, узнать у губернатора степень грозящей опасности. Французы уже рядом со Смоленском. Алпаточ видит, как они начинают бомбардировку города, и жители бегут из него. Алпаточ случайно встречает смоленский князя Андрея, пришедшего туда со своим полком. Он передает с Алпаточем письмо отцу, где просит его немедленно уезжать из Лысых гор. Князь Андрей вскоре и сам добирается до этого поместья, где не застает ни сестру, ни родителя. Он ошибочно полагает, что они отбыли в Москву, однако княжна Марья и старый князь доезжают лишь до своего соседнего имения – Богучарова. Русская армия тем временем негодует на главнокомандующего Барклая де Толли, который считает нужным отступать перед французами. Багратион пишет царю письмо, где гневно возмущается Барклаем. 9 августа Александр I назначает новым главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова. Наполеон старается принудить русских к решительному сражению. Старый князь Болконский почти теряет рассудок. Он думает в одиночку обороняться в Богучарове от армии Наполеона, когда его разбивает паралич. Княжна Марья плачет над беспомощным отцом, но в ней вместе с тем поднимаются мечты о личном и семейном счастье, которому отец так долго препятствовал. От мыслей, что гибель России близка, у старого князя вскоре случается второй удар – и он умирает. Княжна просит у богучаровских крестьян и их старосты дрон и подвод, чтобы ехать в Москву, но эти своевольные люди отказываются дать их. Марья собирает богучаровских мужиков на сходку и уговаривает их вместе уходить в подмосковное имение, где она будет во всем помогать им. Крестьяне отказываются, не желая бросать дома. Княжна попадает в отчаянное положение. Как раз в это время в Богучарово, на поиски провианта для своей части, приезжает Николай Ростов с молодым сослуживцем Ильиным. Узнав о бунте мужиков против княжны, Николай идет к Марье. Одинокая и слабая девушка предстает перед ним в романтическом ореоле. Николай смело идет на крестьянскую сходку и приказывает связать старосту дрона за измену. Перепуганные мужики тут же дают лошадей подводы. Марья сердечно благодарит Ростова. Глядя на молодого человека, подвергшего себя опасности ради нее, княжна начинает чувствовать любовь к нему. Ростову тоже нравится эта девушка, хотя и некрасивая, но с лучистыми, притягательными глазами. Узнается, что она – одна из богатейших невест России. По вызову Кутузова Андрей Болконский приезжает к нему в царево займище. Кутузов предлагает Андрею остаться при штабе, но князь отказывается, желая сражаться на поле боя. Глубоко принимая к сердцу бедствия отечества, Кутузов пророчит Андрею, что французы скоро будут жрать лошадиное мясо, но нельзя слишком торопиться, нужно время и терпение. В Царевом Кутузову посещает и прежний друг Николая Ростова – Василий Денисов, с предложением начать партизанскую войну против врага. Недалёкий генерал-губернатор Ростопчин старается поддержать в Москве патриотический дух шапкозакидательскими афишками, где солдаты Наполеона высмеиваются как ничтожество. Высшее общество развлекается пустыми забавами, вроде запрета на своих вечерах французского языка, тогда как многие знати сами не умеют порядочно говорить по-русски. Серьёзного Пьера Безухова обуревает желание жертвовать всем ради Родины. Он почти разоряется, снаряжая на свои день и ополчение, и лично едет к Можайску, близ которого, у Бородино, сходятся войска Кутузова и Наполеона. Толстой высказывает мысль, что Бородинское сражение произошло почти случайно, без обдуманного плана, на неудобной для обороны, да ещё и изменённой после первого, Шевардинского, столкновения позиции. Кутузов принял бой против воли, лишь поддаваясь горячему всенародному желанию дать, наконец, стойкий отпор врагам. Пьер едет к полю битвы, поражаясь мужеству и спокойной твёрдости русских ополченцев перед близкой смертной опасностью. Он прибывает к Бородину накануне сражения, видя, как солдаты молятся перед носимой среди них иконой Смоленской Божьей Матери. Случайно увидевший Пьера Долохов просит у него накануне дня, в который Бог знает, кому из нас суждено остаться в живых, прощение за зло, которое прежде ему сделал. Объехав позицию русского войска со свитой генерала Бениксена, Пьер находит князя Андрея. Их свидание проходит невесело. Андрея терзает предчувствие близкой смерти. В разговоре с Пьером Болконский высказывает уверенность, что русские победят, ибо дух их войска несравненно выше, чем у неприятеля. Расставаясь с князем Андреем, Пьер чувствует, что видит его в последний раз. Наполеон утром накануне Бородинского сражения с наигранной слащавой сентиментальностью разглядывает портрет годовалого сына, привезённый из Парижа. Он издаёт короткий и энергичный приказ – французские солдаты должны действовать так, чтобы потомство с гордостью вспоминало об их подвигах в великой битве под Москвой. Бонапарт разрабатывает диспозицию сражения, но, по мнению Толстого, на следующий день в битве она не была, да и не могла быть выполнена, и Наполеон никак не влиял на ход сражения, а только исполнял роль кажущегося начальствования. Наполеон небрежно беседует за пуншем с префектом дворца Бассе, демонстрируя самоуверенность, однако завтрашнее дело всё же сильно заботит его. Ночью Бонапарт не может спать. Рано утром раздаются пушечные выстрелы, знаменующие начало сражения. Пьер неловко скачет на лошади в самую ущу битвы. Бойцы батареи Раевского с недоумением разглядывают толстяка в белой шляпе, заехавшего в их линию. Вокруг Пьера падают убитые и раненые, рядом с ним ложатся ядра. Закипает жаркий бой за батарею. Помогая солдатам, Пьер бежит за снарядами, но падает от взрыва зарядного ящика, в который попало ядро. Пьер приходит в себя лёжа на земле у обожжённых досок. Французы врываются на батарею. Силач Пьер отшвыривает одного из них от себя. Генерал Ермолов отбивает батарею контратакой. Глядя на страшную резню вокруг, Пьер ждёт, что её участники сами ужаснутся убийством и прекратят их. Во время краткого затишья, Пьер задумчиво бредёт из боя за рядами насилок с ранеными. Наполеон следит за ходом битвы в подзорную трубу. Все его приказания в Бородинском бою, по убеждению Толстого, опаздывали к постоянно менявшимся на поле событиям и на сражения никак не повлияли. Наполеон видит, как французы, вопреки обыкновению, возвращаются из боя ошеломлёнными и испуганными стойкостью русских. Он начинает сомневаться в победе. Впервые война представляется ему ненужной и ужасной. Генералы просят, чтобы император ввёл в бой свою старую гвардию, но Бонапарт не решается использовать последний резерв за 3200 верст от Франции. Кутузов тоже мало влияет на ход битвы. Он лишь даёт совершаться тому, что должно совершиться, даёт восторжествовать превосходному духу своего войска. Французам так и не удаётся поколебать русскую армию. Полку князя Андрея приказывают стоять на опасном месте под жестоким обстрелом вражеской артиллерии. Балконский расхаживает перед рядами солдат. Рядом с ним падает граната. Не желая показывать солдатам пример трусости, князь Андрей не ложится на землю и получает от взрыва тяжкое ранение в живот. Он приходит в себя на перевязочном пункте и среди стонущих вокруг раненых вдруг замечает своего врага, кричащего от боли Анатолия Курагина, которому врачи показывают только что отрезанную у него ногу. Князю Андрею вспоминается наивная и восторженная Наташа на балу. От избытка чувств его проникает сострадание и к ней, и к недавно ненавистному Анатолию. Балконский понимает, что смысл жизни – в любви к людям, которые его учила княжна Мария. С этой любовью он прожил бы остаток своих дней. Но теперь уже поздно. Вид Бородинского поля, заваленного телами убитых, потрясает даже Наполеона. Но этот помраченный умом и совестью человек не может отречься от своих восхваляемых половиной света поступков и начинает опять покорно исполнять жестокую нечеловеческую роль, которая ему предназначена. Наполеон и все французы испытывают одинаковое чувство ужаса перед врагом, который, потеряв половину войска, стоит так же грозно в конце, как и в начале сражения. Французское нашествие, как разъярённый зверь, получивший смертельную рану, чувствует свою погибель. Ему ещё удаётся докатиться до Москвы. Но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно гибнет от нанесённой при Бородине раны. На армию Наполеона в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника.